Вообще-то этого события могло бы не случиться. Вы же знаете, чем я болею, да? У меня очень серьезная болячка. Если бы не моя вера в Бога, лучшего, единородного, этого бы не случилось, потому что он дает мне знания. А что я сегодня делаю? И сегодня тот самый день, который я ждал, да, я его очень сильно ждал, потому что сегодня мой сын из детства становится отроком. 8 лет я ему подарил, 8 лет. И спасибо Господу Богу нашему, что он это мне сделал, потому что, если бы я в него не верил, ничего бы не получилось. А он дает мне эти знания. Проходите, проходите, не успокойтесь. Да, у нас очень хорошая съемка, во многом благодаря кафе Путник. Вообще, как бы, ну, мы не будем говорить, мы будем говорить о другом. Я всегда работаю с... С людьми, которые занимаются едой. Чего нет? Это очень-очень хорошо. Потому что без еды вы бы жить-то не смогли, они это делают. Так что, если что, вот сюда приходите. Не каждый это может сделать, но мне дают такую возможность, я жарю шашлык. Почему я жарю свой шашлык? Потому что это все очень нравится моему сыну. То есть, через буквально 20-30 минут уже все готово, и мы отметим самый лучший праздник. По крайней мере, мои дни рождения это не такое большое удовольствие. Я просто показываю, сколько я живу. Но в основном, как показала практика, я сейчас живу только благодаря моему сыну. Не знаю, будет он это знать сегодня, завтра или послезавтра, но в связи с тем, что я надеюсь, что не поменяет фамилию. Вот. Он это дело посмотрит потом уже, когда-нибудь. Закончится все это дело, естественно. Что мы будем дарить? Подарим наше большее удовольствие. Поверьте мне, не в денег, в счастье, да и не в их количествах. А лучшее удовольствие это все-таки папа и мама. Папа у него есть и будет постоянно. С мамой у нас немножко случилась странная вещь, но да ладно. Что касаемо событий, то события будут чуть позже, 27 числа. Именно 27, я скажу, что прошло 8 лет. А сегодня, сейчас я хочу увидеть моего сына, который будет радоваться тому, что я это делаю. Не так часто. 3 марта мы это делаем, но это делать можно, потому что я его очень сильно люблю. Более чем кого-либо на этом свете. Мне дети всегда нравились. Нравились своей открытостью. Все было видно. И удовольствие, и срывы. Но удовольствие мне нравилось больше, и поэтому я человек вашего детства. Но что случилось с моим сыном? Вся моя прелесть, и это для него. Не надо забывать, что прелесть и это не наказание, но по сути он сломал 10 игрушек. Из тысячи. Это далеко меньше процента. Теперь вопрос. Я в детстве пару раз поднимался на первое место. Конкурс чечецов, если что. И он в том же возрасте стал первым. Первое место по пению и первое место в спортивной гимнастике. Я не буду говорить про борьбу карате и танцы. Ну просто молодец. Вот так надо встречать плавный переход из детства в отрочество. Я тебя поздравляю. Тебе сейчас ты закончил, у тебя уже юность, а в смысле детство закончилось. Ты начал быть отроком. И в связи с этим я тебе подарил те самые 8 лет, которые Господь мне от Бога дал. Что надо Господу Богу сказать? Спасибо. Спасибо Господь Богу, да? Вот так вот Валера научил меня гимнарировать. Кто в классе? Валерий Юрьевич Гимнер Верина. Кто такой Валерий Юрьевич? А очень классный, кстати, был. На телевидении. Я считаю, что сам откуда. Мы с ним поработали. С короткого года. 95-го по 2003-й. Че-че, 8 лет. А прикинь, у меня в новом телефоне трясинки. Хорошо. А мама мой забрала старый. Подпас плечет и все. Может быть, взлетется. Офигеть. Честно, честно. Очень вкусно. Ты будешь есть? Сейчас, погоди. Я просто получаю наслаждение от мяса. А теперь, что дальше? Дальше квесты. В конце концов, мы в России, вы не можете сделать ваши квесты приключениями. Один из таких ужастики. То есть, смотрите кино и ужасаетесь, потому что аниматоры тихим сапом вас реально напрягают при просмотре ужастиков. Если честно, ужасов мне хватило в 1988-м. Чужие посмотрел. Сейчас интересно, когда реально видишь шмон от чужих и для чужих. Хоть видно, что события идут. Тогда на 10-й копии ВХС все смотрелось с реальным ужасом. Но ужаса нет. Потому что, по сути, ужастики – это большая часть, в которой присутствует другое правило. Моему сыну 10 лет. Жалко, что пацанов нет. Но что вы хотите? По статистике, на 10 девчонок всего 9 или один парень. С днем рождения, Леша. Поздравляю тебя и желаю счастья и радости. С днем рождения, чтобы денег помочь, чтобы на пятерке учился, чтобы потом школа несложная была. С днем рождения, я счастья, здоровья, удачи, хороших ценок. С днем рождения, Леша. Я желаю тебе всего, что пожелали, все, что пожелали эти девочки. И чтобы также были много эмоций, как сейчас. Что ты можешь сказать? Ну, я очень рад.